О возникновении боевых искусств было очень много передач и книг, поэтому мы не будем затрагивать эту тему. Сегодня мы расскажем вам о школе Дюссенон Сюрендюс. Это одно из направлений в системе боевых искусств, которое развелось в физикинавской системе самообороны. Особенностью Дюссенон, отличающей его от других современных направлений каратэдо, является то, что Дюссенон имеет целый ряд структурообразующих компонентов. И при отсутствии хотя бы одного из них рушится вся система, и искусство превращается, как правило, в убогое и уродливое явление. Поэтому нередко можно видеть, как современные поединки превращаются в тупое противостояние грубой силы, при почти полном отсутствии тактики и техники. Боевое искусство Дюссенон дает совершенное владение не только телом и оружием, но и духом, и, очевидно, духом в первую очередь. Ибо побеждает в конце концов не владение руками и ногами, и не умение разбивать доски или кирпичи, а совершенное обладание непоколебимым духом. Так как поколебать можно все, что угодно, но только не пустоту от решенности. Сашихан Акеда родился 18 марта 1942 года в Китае, в семье японских родителей. Когда ему было 12 лет, семья вернулась в Японию, где он начал заниматься стилем сюринрю в одной немногочисленной группе. Его увлеченность и желание проникнуть в тайны этого искусства привели его на Окинаву, где он начал изучать систему муцумуры у мастера Исаму Томоцу. Именно здесь сформировались основы боевой системы, которую позднее Акеда назвал Дюссенон. Сашихан очень религиозный человек и считает, что преуспеть в чем-либо, включая преподавание карате, можно лишь в полной гармонии с миром, со вселенной. Изменяются времена, изменяется мир. Однажды рассматриваемый изгоем в карате Сашихан Акеда, сегодня уважаемый лидер и глава направления, который является одной из сильнейших групп в системе боевых искусств Японии и мира. Мой собеседник, президент школы Дюссенон Суринрю, карате Украины, Михаил Михайлович Панько, второй дан. Михаил Михайлович, как Вы относитесь к хашу и кеде? Основатель стиля Дюссенон, хашу и кеда, является великим мастером, очень уважаемым человеком в Японии. И, как мне представляется, очень человеком, занимающимся очень благородным делом, как преподавание в Японии, карате-до, что всегда ценилось в Японии и ценится сейчас. Я благодарен, что в этой жизни я с ним общался, и когда я ему задавал довольно сложные вопросы, он пытался их объяснить. Я увидел мастера, это было несколько лет назад, когда мы первый раз встретились, увидел мастера, который готов на все, для того, чтобы правильно и полноценно передать свои знания. Что входит в понятие карате-до? Я думаю, что ответ может быть только один, что есть карате-до, который включает в себя, как система, определенные понятия, необходимые для того, чтобы эта система работала. Это непосредственно техника карате-до, это суетай, кабудо, это подготовка, психологическо-философская подготовка, если можно так ее назвать, духовная подготовка. Если все эти понятия работают, то тогда и полное понятие карате-до можно расценивать как боевое искусство. Много говорят о философской направленности. Каким развитием Личности это приводит? Используя систему карате-до, можно превысить свои способности, можно их улучшить. При равных других возможностях этого трудно было бы добиться и невозможно, скажем так. Поэтому философская духовная направленность это одна из самых основных разделов карате-до. И это приводит к совершенствованию Личности, ну скажем так, к тому менталитету нации, который необходим в плане положительного. Ну вот японцы же, они занимаются боевыми искусствами все, от мала до велика, и мы наблюдаем, что и человеческие качества у них выше многих наций, европейцев. Вот, это и доброжелательность, и отзывчивость, и умение работать, сосредоточиться. Духовное воспитание необходимо как возрождение наций, как возрождение людей, как способность людей положительных. Какие положительные качества приобретаются, появляются у людей, занимающихся карате-до или боевыми искусствами? Вопрос очень хороший. Этот вопрос, наверное, связан со смыслом всей нашей жизни в карате-до. Зачем мы этим занимаемся, почему тратим столько времени, хотя могли бы уделить это время на другие цели. Я думаю, что человек, как раз занимаясь карате-до, уравновешивает все свои сферы, которые в нем заложены. Это духовная, интеллектуальная, физическая сфера, которая не всегда в гармонии. И занимаясь биоэнергетикой, человек приобретает определенные силы, определенные возможности, запасы энергии. Занимаясь физическими движениями, он получает мышечную радость, совершенствует себя, приобретает внешнюю красоту, духовную красоту. И мы больше всего стараемся, чтобы ребята, которые приходят к нам где-то еще в жизни, имея какую-то агрессивность, какую-то злость, по разным причинам, могли избавиться от таких недостатков и смогли всегда понять своего партнера, своего врага или противника. Могли войти в его положение, могли простить, могли почувствовать свою силу, которую не надо использовать, которую можно, скажем, пустить в положительную сторону. И чаще всего, чаще всего мы стремимся к тому, чтобы молодые люди приобрели здоровье. Какая школа в боевых искусствах, на ваш взгляд, самая лучшая? Я думаю, что лучших школ нету. Есть, скорее всего, лучшие или худшие учителя, лучшие или худшие ученики. Поэтому сводить к тому, что в какой-то школе существуют особые какие-то приемы, это не делают и наши учителя, это не делаем и мы. Скорее всего, познание этих, скажем, методик в разных учителей разное, в разные способности и разные способности передать. Поэтому я бы, может быть, ответил так, что лучшая школа та, в которой лучше всего учителя могут передать свои знания ученикам. А ученики эти знания приняты, тогда появляется качество. А вообще здесь с этим вопросом вашим связан еще вопрос о том, что при передаче знаний от учителя к ученику очень много теряется. Особенно, если это звенья, в которых есть еще промежуточные какие-то сэмпайи или, скажем так, ученики учеников. Михаил Михайлович, а Вы можете назвать себя сэмсэем? Сам себя назвать сэмсэем не могу. Может быть, кто-то из моих учеников мог бы назвать меня сэмсэем. Раз я отдаю знания, значит, я кого-то учу. Но каждый для себя должен решить, кто его сэмсэй. Для душа все подскажет. Если этот человек, кроме техники, еще передает знания в жизни, умения в жизни, понимание жизни, духовную сторону, скажем так, показывает пример, то тогда, я думаю, можно этого человека назвать сэмсэем. Я помню, что два года назад был создан Мировой Союз Организаций Каратэдо, Дюсимон Сюринрю. Вот что означает Сюринрю, вот эта приставочка? Вот у нас даже на значках есть. Ну, Сюринрю, Сюринрю, японцев что-то среднее между Ш и ЭЦ. Это дань истории нашей школы. Это приставка, означающая происхождение стиля Дюсимон. А название организации Шоуинрю связанное с происхождением Сакинавы. Икеда тоже родился на Окинаве. Это местность, где был основан Шаолинь. И оттуда стиль распространился по всей Японии и потом по всему миру. В связи с массовым распространением, хотя это стиль закрытый.